С интересом прочитал интервью советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко, опубликованного РБК «Украина». Почему с интересом? Господин Устенко высказался о причинах низкого падения экономики Украины в период пандемии, нежели в странах Европы и Северной Америки. Цитирую. Украинская экономика по своей структуре недостаточно развита по сравнению с более мощными европейскими экономиками. Наша экономика все еще досервисная, а экономики в Европе постиндустриальны. У них доля сервиса, услуг на порядок выше, чем у нас, сказал Олег Устенко. И уточнил, что чем выше доля сектора услуг, тем больше будет удар по экономике. Именно поэтому ущерб для украинской экономики оказался куда слабее. В прошлом году ожидалось, что весь мир упадет на 4,5%, по факту оказалось, что мир упал на 3,3%, а украинская экономика на 4%. По версии Устенко получается, что для страны несказанная благодать от того, что сфера услуг у нас менее развита, нежели в странах золотого миллиарда. Если бы дело обстояло так, как говорит советник президента, то все мировые финансовые институты не были бы сегодня озабочены тем, откуда взять как минимум 20 триллионов долларов для восстановления после пандемии мировой экономики. Пойдем дальше в анализе высказываний Олега Устенко. Он соглашается с тем, что падение мировой экономики было бы куда стремительнее, если бы не рост экономики Китая. И расшифровывает этот свой вывод. Учитывая, что это более 15% мирового ВВП, они смогли компенсировать удар по мировой экономике. Фактически Китай вытянул более 3% для мировой экономики. Если бы не они, то мир бы скатился к куда худшим показателям. По большому счету, в прошлом году только 3 экономики показали рост. Китай, Египет и Турция. Ладно, отбросим в сторону такого гиганта, как Китай. Ну, у меня на этой сценке успешной тройки присутствует Египет и Турция. Эти страны показывают свой экономический рост не только за счет туризма, который был придушен пандемией. Они активно развивают свой промышленный потенциал, пытаясь строиться в третью волну индустриализации, теперь уже цифровой. Словом, пора перестать утешать себя озвучкой всякого рода нелепостей. До тех пор, пока Кабинет Министров и Парламент не выработают серьезную программу реанимации национальной промышленности, мы будем оставаться в границах стран третьего мира.